Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас в студии моя коллега, главный врач Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Михайловича Чучкалова, Суворова, Светлана Александровна. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. И сегодня у нас с вами тема такая, что работа вашего центра в условиях пандемии. И, конечно, мы коснемся темы трансплантации и темы высокоспециализированной медицинской помощи. Ну, естественно, сейчас пандемия внесла коррективы во всю работу, ну, вообще во всю нашу работу. И, в принципе, наверное, медицина – это такая отрасль, которая первые столкнулись с этой темой, да, и мы продолжаем как на передовой, да, сражаться с этой коронавирусной инфекцией. И поэтому, естественно, конечно, это внесло свои коррективы, как я сказал. Вот скажите, как-то изменилась вот работа вашего центра именно вот в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией? Ну, конечно, работа нашего центра, безусловно, поменялась. Мы ощущали изменение работы всего травмцентра в первую волну коронавируса, когда это начиналось в апреле. Но хочу отметить, что тогда яркой такой картинной изменения работы нашего травмцентра мы не увидели. Мы также участвовали в приеме пациентов, мы организовали чистую грязную зону, мы также работали по экстренным показаниям, мы не ощущали какого-то огромного наплыва экстренных пациентов, продолжали штатно работать по плану. То есть в рабочем режиме все было? Все было штатно, при условии только более жесткого карантинного режима, соблюдением мер безопасности как сотрудников, так и пациентов. Была выстроена такая жесткая система ограничительных мероприятий, и мы рассматривали каждого поступающего пациента по экстренным показаниям, как пациента с неустановленным ковид-статусом. Поэтому все меры предосторожности были направлены на защиту персонала. И надо отметить, что в первую волну коронавирусной инфекции эти меры позволили нам, плюс ограничительные меры вообще по всему региону, были введены жесткий локдаун, они позволили минимизировать заболеваемости. Мы не отмечали практически заболевших среди коллектива. Это очень важно, конечно. Да, вот во вторую волну коронавируса, помимо того, что концентрация пациентов стала выше, и не секрет, что на сегодняшний момент всю ургентную помощь, которую в свое время исполняла медсанчасть УАЗа, и Центральная городская клиническая больница. Это два крупных лечебных учреждения, которые несли огромную работу по оказанию экстренной медицинской помощи по всем профилям. И учитывая, что там сейчас организованы ковидные госпитали, которые сейчас жизненно необходимы для населения, конечно, и всю основную остальную работу, и эти профили забрали на себя мы, травмцентр. Поэтому, конечно, работа поменялась, поменялась значительно, и мы ощутили это и на потоке пациентов, и на тяжести состояния пациентов, и на профильности этих пациентов. Надо отдать должное, что маршрутизация здравом была скорректирована таким образом, что терапевтический профиль экстренных больных, который был развернут в медсанчастье, в ЦГБ, он перепрофилирован в областную больницу. Мы, соответственно, забрали на себя всю ургентную хирургию, травматологию, в том числе комбустеологию, то есть ожоговых пациентов. Мы в кратчайшие сроки получили лицензию, мы взяли к себе специалистов ЦГБ, комбустеологов, медицинских сестер, и сейчас оказываем эту помощь полноценно также на базе своих травматологических отделений. И вот, готовясь к перепрофилированию, к изменению маршрутизации, мы понимали, что поток, конечно, пациентов возрастет в разы. Мы предусмотрительно входили в этот режим постепенно. С 1 ноября открывался ковидный госпиталь в ЦГБ, а мы начали работать с 14 октября уже по изменению маршрутизации. То есть был такой как бы вступительный период, в который мы могли понимать объем поступающих пациентов. Мы эвакуировали часть пациентов из Центральной городской клинической больницы, которые на тот момент нуждались в долечивании. Мы их перевезли на свои базы, там, хирургических, травматологических и прочих, гинекологических, урологических пациентов. И понимая, как будет загружаться наш травмцентр, мы формировали уже, соответственно, экстренные бригады. Усилили экстренные бригады, также дополнительно ужесточили ограничительные мероприятия. Были готовы к тому, что если карет скорой медицинской помощи при одновременном поступлении будет более 3-4, мы откроем дополнительный вход, то есть разгрузив основной вход в приемное отделение, поскольку он сейчас один. То есть мы были готовы к любому развитию, к любому стандартному плану, как будет развиваться картина. Но даже за две недели, да, был определенный наплыв пациентов. Потом как-то немножко тенденция к снижению. Сейчас мы вошли уже в штатный такой режим этой работы. И я хочу отметить, что вот таких колоссальных перегрузок, которые мы ожидали, на самом деле не случилось. Но это не говорит о том, что пациентов стало меньше. Вот это говорит о том, что часть пациентов действительно сейчас находится на амбулаторном лечении, в том числе и с ковидной инфекцией. Они менее замечают обострение хронических заболеваний и так далее. Часть пациентов обращаются в приемный покой, но отказываются от госпитализации ввиду определенной боязни заразиться в стационаре. Поэтому каждое дежурство в среднем 50-60 мест у нас являются резервными. И мы готовы к поступлению такого потока пациентов. Статистически, если говорить о цифрах, то в среднем до коронавируса у нас поступало 100-150 пациентов в сутки. Сейчас эта цифра тоже где-то 120-150, иногда 170. Единичные дни были, когда наплыв пациентов доходил до 200. Светлана Светлана, вы уже коснулись мушециализации в целом. Но понятно, что и график работы, конечно, изменился. Вы тоже об этом сейчас сказали. А вот учитывая, что уже месяц ЦГБ работает под ковидный госпиталь, естественно, те категории пациентов, которые вы сейчас перечислили, они поступают к вам. И плюс областная клиническая больница, естественно. Два таких крупных стационара. И скажите, пожалуйста, я простым языком скажу, места хватает для всех? Да, места хватает. Конечно, бывают перебои, например, мужские и женские. Мы перепрофилируем, если, например, в день поступило, в ночь поступило женщин больше. Конечно, мы стараемся, чтобы пациенты не находились в коридорах. Но учитывая, что такая экстренность не позволяет нам одновременно сортировать пациентов, к примеру, с подозрением на коронавирусную инфекцию, они попали к нам с другим хирургическим диагнозом, гинекологическим. И, конечно, мы должны этого пациента изолировать. Поэтому бывает необходимость пациента изолировать. Соответственно, уменьшается количество мест. Мы, например, одну палату делаем только для температурующих больных, так называемую, изоляционную. Поэтому количество мест в отделениях варьирует. Но, тем не менее, я еще раз повторю, что в среднем 50-60 мест в целом в сутки по больнице мы держим свободными для того, чтобы мы обеспечили экстренную госпитализацию. И еще мы заметили такой нюанс, но я тоже сказала, что обращающихся в приемное отделение стало больше. Больше отказов от госпитализации ввиду вышеназванных причин. И мы отмечаем с коллегами, что пациенты стали тяжелее. Это тоже действительно факт, потому что отсутствие плановой, каждодневной медицинской помощи, отсутствие доступности госпитализации хроническим пациентам по всем нозологиям, конечно. И плюс та же самая настороженность самих пациентов о том, что ковид везде у нас, кругом, особенно лечебные учреждения, все рассматриваются как потенциальный источник заражения. Поэтому пациенты, к сожалению, к нашему поступают в очень тяжелых запущенных случаях. И тому свидетельство, в последнее время мы работаем с тяжелыми перитонитами, с запущенными формами хронических хирургических заболеваний. Люди просто до последнего сидят дома и уже вызывают медицинскую помощь тогда, когда уже практически даже и медикам сделать что-то невозможно. Поэтому призываю всех, все наше население к тому, что бояться не нужно. И если есть какая-то серьезная проблема, если вы почувствовали недомогание помимо ковидной инфекции, пожалуйста, не бойтесь, приезжайте, мы готовы оказывать любую медицинскую помощь. У нас для этого, в принципе, все ресурсы имеются. Очень важно, конечно, да. Вот мы тоже из программы в программу всегда говорим о том, что не нужно терпеть, не нужно чего-то ждать, слушать какие-то там байки и все такое прочее. То есть нужно действительно вызывать. Мы медики всегда рядом. Стана Александровна, ну вот еще такой вопрос. Вот я, как руководитель поликлиники, тоже вот это вижу, да, вот по кадрам, да, хочу спросить. Конечно, там ряд врачей, например, там уходит ковидный госпиталь, тоже как бы им хочется принести вот в этом пользу, да, и они хотят действительно там поработать, и мы не вправе им отказать, да. Часть врачей, особенно там пенсионного возраста, они просто не выдерживают такой нагрузки колоссальной, да, и мы это все понимаем. Поэтому вот ощущается, конечно, вот первичность, извиняю, например, дефицит, в принципе, конечно, ощущается. Ну, сейчас в помощи и студенты пришли, там и врачи-ординаторы, это студенты-медики медицинских колледжей. Это тоже нам очень помогает, конечно, да, но тем не менее. Вот у вас как кадры вы все-таки отмечаете какой-то... Да, вы абсолютно правы. На самом деле кадры решают все, и какие бы ни были технологии, все равно пациентов лечат медицинские работники. И от их компетенции, от их, как говорится, даже наличия и качество их работы зависит многое, в том числе исход заболеваний у наших пациентов. Из тысячного коллектива даже на сегодня, вот я вам готова сказать о том, что у нас переболевших наших сотрудников ковидом около 100 человек. Это 10 процентов, это, в общем-то, приличная цифра. И мы понимаем, что один выходит на больничный, уходит на больничный. Мы, соответственно, ищем ресурс для того, чтобы заменить. Но, к счастью, полноценный, сплоченный и очень работоспособный коллектив не позволил нам ни разу сорвать какой-то лечебный процесс. Надо в очередной раз похвалить медиков, сказать им слова бесконечной благодарности о том, что они так преданно относятся к своему делу, готовы прийти на помощь любому своему коллеге. Когда кто-то заболел, и нужно его заменить, конечно, здесь огромное спасибо заведующим. И вообще всем медицинским работникам, которые предлагают свою помощь. И мы справляемся с этим кадровым дефицитом. А он действительно эпизодически выпадает. Да, да, многообразно как-то. Да, два вышли с больничного, три заболели. Три заболели, два вышли. То есть один вышел. Причем это же не обязательно коронавирусная инфекция, вирусная инфекция. Это настолько живой организм. Есть действительно сотрудники старше 65-ти, у них есть свои определенные фобии и риски. И я, в общем-то, их поддерживаю. Когда была первая волна коронавируса, мы четко исполняли указания, постановление правительства о том, что 65-плюс у нас просто уходит на больничный листок. И даже в этой ситуации мы справились. У нас много молодых специалистов. В этом году пришло более 30 человек. Нам также помогают студенты. Работа у нас интересная. И те, кто заинтересованы продолжать дальше свою профессиональную деятельность, в общем-то, у нас практически конкурс на то, чтобы к нам прийти на работу. У нас вакантных ставок. У нас тоже так же, я у студентов все время говорю. Хватайтесь за все. Что бы вам не поручили у нас в поликлинике, ведение журналов каких-то, обзвон пациентов. Беритесь за все. Работа в регистратуре даже. То есть за все беритесь. Все пригодится. Все пригодится в жизни. Абсолютно верно. Тем более в медицине нет того, что не участвует в медицинском процессе. Санна, мы сказали уже, что медики – это тоже люди. Иногда они болеют тоже. И не всегда это коронавирусная инфекция. Да, от этого никто не застал. ОРЗ какой-то или ОРВИ. Это бывают гипотетические кризы и другие любые ситуации. Эстухандрозы. Ну, все что угодно. Инфаркты. Инфаркты. Ну, все живые люди. Поэтому понятно, что это все случается. Скажите, пожалуйста, если касаемо все-таки коронавирусной инфекции, насколько вот этому вы уделяете внимание и что вообще делается для этого у вас? Ну, учитывая, что мы не являемся ковидным госпиталем, мы не можем систематически обследоваться так, как требуется в ковидном госпитале. То есть регулярные мазки на коронавирусную инфекцию. Ну, средства защиты, может, там еще что-то. И так далее, да. Но, тем не менее, я хочу сказать, что еще раз подчеркнуть то, что изначально, когда начиналась коронавирусная инфекция, все меры профилактики и защиты были направлены исключительно на медицинский персонал. То есть мы настолько их берегли, и надо отдать должное нашим партнерам, всем спонсорам, которые откликнулись. В общем-то, это была практически такая вот всеобщая акция. Нам звонили, помогали, кто, значит, там привезет защитные экраны, маски. То есть когда это все было в достаточно приличном дефиците, у нас очень много добрых, отзывчивых людей, которые готовы прийти на помощь. И средствами индивидуальной защиты, несмотря на то, что мы являлись не ковидным госпиталем, мы были обеспечены неплохо. Я хочу сказать, что каждый был защищен. И в меру своей, скажем, ответственности, то есть себя ведь обезопасить, это нужно еще иметь, и, собственно, меру ответственности за это. Поэтому сотрудники у нас работали в приемном отделении, в полном обмундировании, как будто они работают в потенциальной красной зоне. Мы сделали разграничение потоков, мы организовали так называемую красную зону, то есть там, где проходила максимальная обследование, то есть сконцентрировали все методики быстрого экспресс-диагностики УЗИ, КТ, рентген и даже противошелковый блок в красной зоне для того, чтобы, если на случай поступает пациент с непонятным статусом, чтобы можно было всю диагностику оказать здесь и сейчас, не выводя пациента, вернее, не госпитализируя его, например, уже в стационар, где мы называем это условно чистой зоной. То есть вы уже коснулись, например, если, предположим, пациент какой-то заболел ковидом, то есть вы в этом плане описываете, что вы делаете? Да, если честно, мы вот изначально, поскольку диагностика, она же, во-первых, запаздывает, во-вторых, инкубационный период этого коронавирусной инфекции, он достаточно длительный, и мы не знаем, с каким пациентом мы на самом деле сейчас работаем. Реагировать надо сразу. Поэтому мы работали с каждым пациентом, как с потенциально, ковидно защищенно, то есть медики были защищены полностью. И сейчас мы преследуем такую же, так скажем, традицию, и все медицинские работники, которые работают в приемном отделении, выходя на первичный контакт с экстренным пациентом, мы работаем по скорой, мы же больница скорой медицинской помощи, вот они выходят на работу в зоне исключительно в средствах индивидуальной защиты. Обеспеченность у нас достойная, и запасы не менее двух месяцев, мы его эпизодически поправляем. А вот в плане другой темы коснемся высокоспециализированной медицинской помощи. Прямо по пальцам, Светлана Александровна. Какие виды вы оказываете у себя, и что нужно сделать, чтобы действительно человек поступил, и ему оказали именно высокоспециализированную помощь? Какие документы, может, собрать надо? В какие инстанции обратиться? Ну, эта тема действительно интересная, и высокотехнологичная помощь оказывается нашим лечебным учреждениям более 10 лет, и мы называемся Центром специализированной медицинской помощи, то есть самого в себе названия подразумевает, что мы работаем с новыми современными методиками. Хочу отметить, что начинали мы с высокотехнологичной медицинской помощи только по одному профилю – травматология. Это было не более 30 операций в год. То сейчас у нас травматология, хирургия, гинекология, урология, ну и трансплантология. Практически почти все хирургические профили высокотехнологичной медицинской помощи наш лечебный центр оказывает. И количество операций, например, в этом году приближалось у нас к тысяче. То есть мы уже заявились порядка 880 операций по всем профилям, но только протезов мы делаем почти полтысячи. Это все идет в рамках ОМС? Да, это абсолютно бесплатная операция, она идет в рамках ОМС. Мы работаем хорошими расходными материалами. Результаты нашей деятельности оцениваются не только нашими пациентами, но и нашими коллегами крупных федеральных центров. Мы работаем в партнерских отношениях с Москвой, с Питером. Нашим курирующим центром является Центр Нижнего Новгорода травматологии, ортопедии. У нас осуществляются выездные консультации, в том числе консультации пациентов стационарных. К нам приезжают специалисты Нижнего Новгорода. И результаты нашей деятельности оцениваются как очень достойные и профессиональные. Поэтому мы вполне конкурентно способны. И хорошо то, что средняя длительность пребывания на листе ожидания у нас не превышает 2-3 месяцев. Например, если говорить о крупных федеральных центрах, к примеру, Чебоксары, там лист ожидания может длиться год и более. Поэтому мы абсолютно доступны. Для оказания такой высокотехнологичной помощи пациенту нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Он направит к нам на консультативный прием, который осуществляется ежедневно. Далее пациентам оформляется пакет необходимых документов, в основном который состоит из диагностического обследования. Он оформляется в электронном виде, передается на консультацию главному межштабному травматологу. То есть это не занимает у пациента какое-то время. И дальше он практически по мере поступления этих документов в общий реестр приглашается на госпитализацию. Это, в общем-то, процедура сейчас достаточно упрощенная и не требует от пациента вхождения на консультации в одно или другое лечебное учреждение. Они просто пересылаются, и мы вызываем пациента на госпитализацию. Если нашего ресурса, наших методик не хватает, или, например, есть какой-то сложный клинический случай, мы направляем в Нижний Новгород, в Москву, в Чебоксары. То есть, в принципе, это тоже абсолютно доступно. Это определяется консилиумом травматологов. У нас в центре, в нашем травмцентре работает кафедра травматологии и ортопедии, специалисты, профессуры, кандидаты медицинских наук. И это решение принимается совместно, всегда в интересах пациента. Ну, я тоже всегда говорю, что, в принципе, вообще никаких проблем нет. И вот были такие ситуации, когда мы индивидуально решаем, даже вот я и вас набирал там по телефону и говорили, там, вот такому пациенту надо вот как-то побыстрее, там, еще что-то. Абсолютно, да. И все абсолютно, это все решается, абсолютно все безвозмездно, бесплатно. И всегда такой подход каждый индивидуальный. Да, поэтому сейчас и открыли мы ватсап-линию. Вот у нас в поликлинике, и у вас, наверное, тоже все это есть, да? Да, конечно. Горячая линия, ватсап-приемная, да. И горячая линия, то есть всегда можно прийти. Я знаю, что и у вас тоже дверька меня всегда открыта. Да, и если есть такая необходимость, где-то, например, сроки записи или действительно где-то сбои с электронной системой, пациенты не могут записаться, мы очень активно работаем с главными врачами всех поликлиник, с районными больницами. И, пожалуйста, вы на электродную почту, фамилии пациентов, какая патология. Мы определим, у нас есть разные консультанты хирургии кисти, хирургии стопы, непосредственно протезирование, какие-то сложные гнойные заболевания костей, все, что касается, например, профиля травматологии. Мы определим, в какой день специалист принимает, и всегда принимаем до последнего пациента. Поэтому, если даже не записался человек, но к нам пришел, мы все равно его обязательно примем. То есть ни один пациент без помощи не окажется. Да, и хочу тоже похвалить наших травматологов, они большие молодцы, потому что есть пациенты, которых не берут крупные федеральные центры, понимают, что, например, случаи сложные, например, масса сопутствующей патологии, преклонный возраст. То есть риск определенный. Да, огромный риск. Ну и пациенты соглашаются оперироваться, к примеру, у нас, имеют абсолютно великолепный результат. Вот в прошлом году мы приоперировали пациентку в 99 лет с прекрасным результатом. Она была примером вообще для всего отделения. На седьмой день она уже ходила по отделению в ходунках и собой просто являла пример жизнелюбия, веры и оптимизма. Да, и настоящего профессионального удовлетворения от проделанной рамки. Да, на самом деле крупные федеральные центры побоялись возраста большой. Вот здесь, наверное, дома, как говорится, и стены помогают, поэтому многие соглашаются оперироваться у нас, и результаты очень хорошие. Санасан, ну я знаю, что у вас еще одна такая сторона деятельности вашего центра, в какой-то степени уникального, да, это трансплантация органов и тканей. Скажите, пожалуйста, вот трансплантация почки. Что нужно сделать, да, вот это сейчас вот пока на слуху, да, и у всех, как бы, мы все знаем об этом, вы неоднократно об этом тоже освещали. Что нужно сделать для того, чтобы действительно вот попасть там на очередь как-то, да, по трансплантации почки? Потому что действительно бывают какие-то, да, моменты, такие сложности. Что по этому поводу можете сказать? Ну, что касается трансплантации, это, конечно, на мой взгляд, было для нашего травмцентра высший пилотаж, потому что тема очень сложная, она сложна и в организационно-методическом варианте, она сложна и морально, и этически, и много было скептических высказываний, но нет, трансплантация, тем более почки, то есть вот такие некие высказывания, сомнительные, но тем не менее, понимаете, когда вообще мы начали заниматься этой темой, да, когда мы подписали соглашение с главным нештатным, главным трансплантологом России Гатей Сергеем Владимировичем, когда мы видели, как работают крупные федеральные центры, когда видишь слезы радости матерей с пересаженными, например, у детей, с наследственным заболеванием, там, печени. Да, то есть эти вот глаза благодарных родителей, эти детки, которые живут, как говорится, десятилетиями, и понимать, что без трансплантации у них не было, в принципе, шанса на жизнь. Вот, и это на самом деле дорогого стоит, это бесценно вообще в перспективе, и мы решили, что да, есть желание этим заниматься. Непростая была история с трансплантацией, но тем не менее, первые успешные две пересадки мы делали совместно со специалистами, не трансплантацией Москвы, центра Шумакова. Далее мы уже провели 9 трансплантаций почек самостоятельно, в конечном итоге у нас сейчас 11 пересаженных почек с положительным результатом. И каждый пациент, это, конечно, настоящая история, в том числе продолжение полноценной жизни, это совсем другое качество. Каждого пациента, вот я лично навещала сама, потому что это сложная операция, которая идет порядка 6 часов. В прошлом году у нас была ситуация, когда мы пересаживали 2 почки от трупного донора одновременно, то есть операция шла 6 часов, небольшой перерыв, и еще одна операция 6 часов. То есть, понимаете, это на самом деле профессиональный, достойный подвиг. Пересадка была двум молодым женщинам, и наутро, когда мы их навещали в реанимации, то есть, ну, это слезы радости. Не писать, конечно. Да, это на самом деле гордость за профессию. Я знаю, что вот эту сторону вашей деятельности очень губернатор поддерживал, да, вообще? Да, ну, это, конечно, да, это перспективы, это перспективы будущего, и какие бы страхи, в общем-то, эмоции там не обсуждались в отношении этой темы, это, конечно, уникальные вещи, достойные, и очень приятно, что сейчас в регионе они делаются, то есть, это достойный уровень оказания медицинской помощи. В нашей Ульянской области это здорово, конечно. Да, на самом деле это процедура для того, чтобы встать в лист ожиданий. Процедура достаточно простая. Мы организовали прием нефролога в нашей поликлинике. Записаться можно будет по телефону в регистраторе. Консультирует нефролог, определяем степень поражения почек, то есть, это, как правило, пятая запущенная стадия ХБП, хронической болезни почек. Дальше с парой работает, если это родственная пересадка, с парой работают трансплантологи, психологи. Ну и в перспективе, значит, готовиться к оперативному вмешательству. Тоже подчеркну, что операция абсолютно бесплатная. И помимо родственной пересадки у нас есть случаи пересадки почки от посмертного дона. Вы сказали, да. Да, тоже с неплохими результатами. То есть, тоже начинается все с первичной звена, то есть, также лист консультанта, да? Да, да. Можно даже изначально без листа консультанта записаться на прием к нефрологу. Именно по этой теме. Прямо напрямую в нашей поликлинике телефоны все имеются в открытом доступе. А далее уже через лист консультанта, через нефролога оформить необходимые документы. Там есть перечень определенных обследований. Ну и далее уже, если действительно пара созрела, есть потенциальный донор, и родственники готовы поделиться своим органом для своих близких людей, то далее мы, в принципе, производим операцию. У нас сейчас в листе ожидания порядка 50 человек находятся. Ну, Сан Сан, тогда по трансплантации все-таки перспектива, вот не только почки, да? Я смотрю, у вас все-таки есть такая надежда, что еще какие-то органы и ткани будут пересаживаться. Ну, понимаете, здесь все зависит от того, кто занимается трансплантацией. Если хирург хочет расти, если у него перспектива развития для него актуальна, то его, как говорится, преград для него не будет существовать. А вы все-таки поддержите в этом плане? Я абсолютно буду поддерживать. И если такая перспектива у нас созреет, то однозначно, конечно, мы будем думать и о пересадке печени. В принципе, это вполне доступная сейчас операция. Было бы желание, я всегда поддержу. Ну, тоже актуально. Вот почки, печень – это очень актуальная такая тема. Надо в этом направлении развиваться дальше обязательно. Ну, может, какие-то такие добрые советы еще скажете нашим телезрителям? Просто сейчас ситуация, конечно, такая непростая. И вот эта коронавирусная инфекция тоже все в это сейчас мы вовлечены. И, конечно, все меняется. И графики работы, и муштизация меняется, и режим наш. И медики все, как я уже говорил. Как оголенные нервы. Как оголенные нервы, да. Но я говорю, всегда надо иметь терпение. И всегда надо все-таки сопереживать и сочувствовать с пациентом. И всегда быть на их стороне. Ну, какие-то советы от себя. Ну, конечно, какие советы. Нашим пациентам нужно в первую очередь пожелать, безусловно, здоровья. Это бесценный дар, который надо сохранять и приумножать, и делать все возможное для того, чтобы его сохранить. Мы, врачи, медики, медицинский персонал, мы, конечно, только в помощь. Поэтому очень многое зависит от образа жизни пациента, от того, как он относится к своему здоровью. Поэтому, в первую очередь, они должны беречь себя. А мы уже, медицинские работники, сколько можем, в этом будем поддерживать. Ну, и совет ни в коем случае не заниматься самолечением, не читать интернет-консультаций сомнительных специалистов, потому что сейчас... Ну, сейчас источников очень много таких не нужно. Вот довериться ему и четко следовать рекомендациям того доктора, которому вы сейчас доверяете самое бесценное здоровье. Ну, вот в повседневной жизни даже я вижу, что доверие к медицинским работникам есть у пациентов. И оно колоссальное. И вот его нужно обязательно сохранить и, как говорится, приумножать еще. Да, это очень важно. Потому что без веры, без веры и без доверия врачу результата не получится. Поэтому здесь не нужно сомневаться. Нужно на самом деле довериться, следовать рекомендациям, в том числе и по ковидной инфекции. Спасибо большое, Светлана Александровна. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok